Человек высокого полета. Виктор Земец почти 20 лет возглавлял Куйбышевский авиационный завод. Именно при нем в небо были подняты легендарные Ту-154. Он любил внедрять новшества и работал на перспективу. И даже производя товары народного потребления на заводе, детские кроватки, матрасы, посуду, лыжные палки, применял современные технологии. Ну, лыжная палка, вот он говорит, ну, палка, да, ну, надо, чтобы она красивая была, чтобы глаз радовала. Вот почему у нее ручка такая, вот пластмассовая какая-то неудобная. Давайте сделаем кожаную ручку, чтобы она красивая была. Давайте палку там не просто, чтобы она белая была, бесцветная. Давайте там разные цвета ее анодировать. Вот, действительно, палки, да, вот все это внедрялось. То есть ему было дело до всего. Вместе с супругой Ниной Павловной они прожили 40 лет. И за эти годы, вспоминает она, он ни разу ни на что не пожаловался. Но, несмотря на всю свою серьезность, Виктор Петрович обладал прекрасным чувством юмора. Он был остроумный очень. Он, например, про этих первых секретарей об кома говорил. Там не первого, конечно, а те, которые там третьи или вторые. Он говорит, он говорит, первая половина дня сидит, говорит, с этой стороны бумажки перекладывать на эту сторону. После перерыва у нас с этой стороны переносит на эту сторону. Вот в этой, говорит, его работа. Его не стало в 1992-м. Но о нем самом и о том, что он сделал для города и для страны, помнят до сих пор. В 2007 году в Самаре даже появилась улица Виктора Земица. Это эпоха Земица. Это отрезок времени, когда были созданы и новые самолеты. И, безусловно, была огромная работа по возведению социально-экономических объектов. Авиагородок для сотрудников детские сады, дворец спорта и база отдыха. Виктор Петрович в первую очередь всегда думал о людях. И был уверен, если создать работникам комфортные условия, работать они будут с полной отдачей. Это прежде всего такой творческий подход, понимаете, такой творческий подход к работе. Потому что у нас люди или специалисты, они универсального такого, понимаете, склада. У нас рабочий, он не просто узкой квалификации. Если он, естественно, сборщик, то он, значит, очень хорошо знает и слесарное дело, хорошо разбирается в чертежах и в технологии. Почетный гражданин города Куйбышева, генеральный директор завода, герой соцтруда, лауреат Сталинской премии. Наград и званий Виктора Земица не сосчитать. Но сам он всегда считал, что самое важное звание – это самолета-строитель. Куйбышевский авиационный завод был для Виктора Земица настоящим детищем. Он и прожил большую часть жизни на Безымянке, чтобы попасть на работу в любую минуту, если придется. Только в 1983-м по настоянию врачей он переехал сюда, поближе к Волге, на Фрунзе 179. Сейчас на доме установлена мемориальная табличка, которая гласит, что в этом доме жил Виктор Земиц. Марьяна Мирна, Артем Сулайманов, Станислав Левин. События.